Детская художественная школа «Магнитки» была признана лучшей детской школой искусств Уральского федерального округа, а также получила звание лучшего учреждения художественного образования для детей Челябинской области. Ее ученики традиционно показывают высокие результаты, независимо от сферы изобразительного искусства. Ярким свидетельством тому, какие мощные кадры кует детская художественная школа, является список ее выпускников. Он буквально пестрит фамилиями именитых художников, в числе которых Эдуард Аниконов, Ренат Шарафудинов, Василий Саппортнова. Вспоминая годы обучения в школе, все они считают, что попали в руки настоящих профессионалов, которые сумели дать крепкую основу для дальнейших творческих поисков. Как выяснилось, поддерживать такой высокий уровень подготовки, который сохраняется и по сей день, школе помогает целый ряд образовательных программ, в их числе проект по совершенствованию художественного образования, благодаря которому ежегодно проводятся обучающие семинары для педагогов. Это развитие педагогов, это повышение квалификации. И в соответствии с тем, что у нас сегодня программы меняются и вводятся предпрофессиональные программы, конечно же, стоит вопрос о повышении качества образования. И такие семинары, они помогают повысить потенциал педагогов. Существенную лепту в образовательный процесс вносит и проект «Профессиональные художники-дети». В рамках него в школе организуются выставки известных мастеров изобразительного искусства. Это, конечно же, опыт не только посмотреть, как у нас здесь педагоги работают, а детям воочию познакомиться с художниками. Не просто где-то он существует, а вот лично увидеть, потому что эти встречи проходят конкретно ребенок и художник. И они имеют возможность общаться, разговаривать, задавать какие-то вопросы. Это, конечно же, очень такой хороший момент общения и возможность детям увидеть и познакомиться с настоящими художниками. Много внимания в детской художественной школе также уделяется тому, чтобы ее воспитанники не варились в собственном соку, а имели возможность выезжать за новыми впечатлениями за пределы города. Добиться этого помогает масштабная конкурсная деятельность. За три года более тысячи человек у нас приняло участие. То есть практически каждый ребенок у нас стопроцентно участвовал во всех конкурсах и не по одному разу. С самих конкурсов у нас прошло тоже более двухсот, наверное, провели. Как наши собственные, которые школа организовывала, так же и очень много международных конкурсов мы участвовали. Это проекты выездные, то есть это пленеры в городе Владимире, международные пленеры. Это Сочи, Галактика. Это выездные пленеры в Абхазию, Санкт-Петербург. То есть очень такая обширная у нас была сфера деятельности. Словом, чтобы получать большие результаты, нужно много вкладывать. И детская художественная школа не жалеет на это ни сил, ни времени, ни денег. Именно эта разносторонняя просветительская образовательная деятельность и получила наивысшую оценку при определении лучшей детской школы искусств Уральского федерального округа и лучшего учреждения художественного образования Челябинской области. Оба эти звания были присвоены Магнитогорской детской художественной школе, став отличным подарком в год ее 50-летия.